Я Андрей Мэй, рад вас приветствовать на канале Просто о мультиварке. Сегодня будем готовить картофель с печенью, в нашем случае с говяжьей. Блюдо достаточно простое, в принципе за один час управляемся хорошо, средний глюкемический индекс, картофель у нас тут есть, потому что калорийность очень хорошая, простая рецептура, очень простые ингредиенты в любом магазине можете найти. Все плейлисты по данному видео смотрите в описании, а впереди нас ждут продукты приготовления, в конце видео калорийность, белки, жиры и углеводы. И не забывайте, если ваша мультиварка несколько мощнее моей, желательно уменьшить время. Продукты. Для приготовления нам потребуется 500 грамм картофеля, 300 грамм печени, я взял говяжью, 100 грамм моркови, 200 грамм лука, 200 миллилитров воды, потребуется 2 ложки со средненькой горкой сметаны, ну и соль, перчик. Ах да, 30 миллилитров растительного масла. По продуктам у нас все, впереди подготовка. Итак, морковь мелко пошинковали на терке. Лучок мелко, что картофель, что печень достаточно средними кусочками. По подготовке у нас все, впереди собственно сама готовка. Итак, первое, что мы делаем, это отправляем в чашу растительное масло, лучок и морковку. Вообще, некоторые любят, скажем, сначала 10 минут, там 7-8 на пассеровку, а потом уже добавлять печень. Ну, давайте вот, в принципе, так и сделаем. Хотя можно по большому счету и в одно действие все это сделать. Но мы поставим на 7 минут примерно, а потом добавим печень и еще уйдем на 7 минут. После того, как минут 7-8 пройдет, мы добавим туда печень и еще оставим жарку на 7-8 минут. Но, правда, не забывайте перемешивать. Ну, раз, две, в три минуты. Отправляем туда печень. По прошествии еще 8 минут, я надеюсь, вы не забывали перемешивать, мы отправляем в мультиварку все остальное, а именно, картофель, две ложки сметаны, отправляем в водичку. Это примерно будет где-то 50 грамм. И этим заливаем. Соль по вкусу и перчик также. Ну, в принципе, на самом деле, лучше не досолить, чем пересолить. Первое, это можно исправить. Теперь режим пауза, режим тушения. Но в данном случае нам не час нужен, ну, минут 50 будет как раз. Или даже 40, лучше 45, а потом 5 минут дать потомиться. После того, как мультиварка пропищит, подождем еще так минут 5-10, чтобы потомилось чуть-чуть. И потом уже будем отправлять наш картофель с печенью на тарелку. Чем украшать этот выбор чисто за вами? Можете спокойно туда отправить, допустим, горох, кукурузку, зелень. Все, все идет, смотрится очень красиво, очень хорошо и, самое главное, очень вкусно. Мы уложились в 1 час, средний гликемический индекс, хорошая калорийность, вкусно для любителей печени вообще как раз. Сметанка даст такой мягкости во вкусе. Что остается добавить? Приятного аппетита! Сметанка даст такой мягкости во вкусе. Сметанка даст такой мягкости во вкусе.